Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Марка по тексту Австрошской Библии 1581 года. И мы читаем окончание 42-го зачала. В начале этой главы, это 10-я глава. «И оттуду восстав прииде в пределы иудейские, обон пол иордана, и снедошися паки народи к нему, и яко обычай имя паки учаше их». То есть происходит то, что происходило всегда, когда где-то появлялся Христос, появлялись толпы народа, и он начинал их учить. Далее идет зачало 43-е Евангелие от Марка. «И приступшие фарисеи, вопросившие его, аж и достоят мужу жену, пустите, искушающие его, он же отвечав рече им». То есть вопрос сформулирован так, «Аши достоят мужу жену, отпустите». То есть можно ли развестись женою, дать ей гет, развод. Они задавали этот вопрос не для того, чтобы получить правильный ответ, а искушающие его. Он же отвечав рече им, «Что вам заповеда Моисей?» «А ниже реша Моисей повели книгу распустную написать, и дать ей развод, и пустите, и отвечав Иисус рече им, по жестокосердию вашему, написа вам заповедь сию». Оказывается, некоторые заповеди Божии давались по жестокосердию людей. Что здесь имеется в виду? Если бы Божий пророк Моисей не разрешил бы евреям отпускать жен, давать им разводные свидетельства, то, чтобы избавиться от опостылых для них жен, они бы их убивали. И вот ради их жестокосердия Моисей вынужден был разрешить разводы. Иначе бы просто этих женщин убивали. «От зачала же создания», сказав, что эта заповедь попущена им о разводах по жестокосердию, Христос говорит, «От зачала же созданий, то есть от начала, мужа и жену сотворил я есть Бог, то есть от начала мужа и жену сотворил я есть Бог, это по тексту Астровской Библии, всего ради оставит человек отца своего и матери и прилепится к жене своей, и будут оба вплоть едину, тем же уже несть два, но плоть едина. Убо Бог сочета человек, да, не разлучает, и в дому паки ученицы его, а всем вопросиши его и глаголы им». То есть Христос запрещает разводы. Христос запрещает разводы. К сожалению, в Восточной Церкви в настоящий момент развод — это такая реальность, которая порочит нас, надо прямо сказать. Но до революции так не было. До революции так не было. Когда во главе нашей страны были монархи, они всячески препятствовали разводам. Такое строгое отношение к разводам сохраняется еще у западных христиан. У нас какая-то разнузданность царит по этому вопросу. По благословению духовника, женщина, жена бросает мужа, куда-то убегает. Это недопустимо. И мы должны понять, что муж и жена — это единая плоть. И разлучать их — это все равно, что резать по-живому. До революции было все значительно строже. Я думаю, что многие из вас, друзья, читали роман графа Льва Николаевича Толстого Анны Каренина. Помните, что Анна хотела развестись со своим мужем, но она не могла этого сделать. Требовалось одобрение на развод аж со стороны государя-императора. Помните, там Каренин уже как бы сам давал согласие на развод, а она хотела выйти замуж за Воронского и требовалось, чтобы государь-император дал согласие на этот развод. То есть император до революции — это земной глава церкви, а он сам должен был утверждать развод. Но, в принципе, это было сделать очень сложно. Поэтому нам необходимо вот в этом случае перенимать опыт западных христиан, где всегда более строго, может быть, формально, с точки зрения римского права, но даже жестоко относились к этой ситуации, и развестись было практически невозможно. Даже был случай, когда решил развестись король Англии, Генрих VIII. И хотя руководство западной церкви понимали, что если они не дадут разрешения на развод, может быть, произойдет разделение церкви. И британская церковь отпадет в протестантизм. Но они отказали в разводе Генриха VIII. Это отголоски тех древних времен, когда западная церковь была вполне православной, ортодоксальной. И вот эта строгость по этому вопросу у них до сих пор сохраняется. И мы видим, что Христос именно настаивает на том, что святость брака — это очень серьезный вопрос. И в традиции древней церкви человек, который нарушал брачный союз, он лишался доступа к святым дарам, он не мог причащаться телу и крови. Например, если человек впадал в какой-то блуд, но потом каялся, нес эпитимию, его всегда допускали до причастия. Разведенного не допускали. Почему? Потому что прелюбодеяние хуже любого блуда. Прелюбодеяние это кому же изменяет жене, жена мужу. Это хуже любого блуда. Почему? Потому что они венчались священникам в присутствии двух свидетелей, на налой торжественно возложили крест и Евангелие, были свидетели, пелись церковные песнопения. И если они это нарушают, это оскорбление Бога. Ибо то, что Бог сочетал человек, да, не разлучает. Итак, ученики о сём вопросиши его и глаголы им. Иже Аши пустит жену свою и оженится иною, прелюбы творит на ню. То есть это прелюбодеяние бросить жену. И Аши жена пустит мужа и посигнет за иного прелюбы творит и приношаху к нему дети. Это уже идёт другая сюжетная линия. Да коснется их ученицы же прищаху приносящим. Приносили маленьких детей, чтобы он хотя бы прикоснулся к ним, произнёс баруха, то есть благословение. Ученицы же прищаху приносящим. Вот ученики ведут себя как неопротестанты. Неопротестанты они считают, что младенцев не надо крестить. Зачем младенцев крестить? Младенцы они сами по себе как бы самодостаточны, но это не так. Псалмопеюз Давид восклицает «В беззаконии зачат я и во грехе родила меня мать моя». И дети нуждаются в Иисусе Христе. И реакция Христа на такое поведение апостолов была резкая. Видев же Иисус негодова и речей им «Оставите детей, приходите ко мне и не броните им», то есть не препятствуйте им «тацех», то есть «таковых бо есть Царствие Божие». «Аминь», глаголю вам, «Ижиаше не примет Царствие Божие, як у отрача, неймать в нити вне, и объем их», то есть «обняв», «возлож», «руцы на них, благословящие их». Христос благословляет этих детей. Имеется в виду дети, которых приносили на руках, то есть младенцев. «И исходящую ему на путь притек некий и поклонься на колену ему, вопрошаше его, учителю благие, что сотворю, да живот вечный наследствую». А в других Евангелиях он называется юношей, причем богатым юношей. «И сужи речи ему, что мя глаго леши благо, никто же благ, ток ма един Бог». О чем это? Этот юноша был очень такой умненький, он догадывался, что Христос из Назарета это Бог, но он не решался открыто его назвать Господом, поэтому он использует некую двойственность, он говорит «учителю благий», а «благим» у иудеев называли только Бога. То есть он прямо не говорит «Господь», он говорит «учителю благий», то есть он решил сидеть как бы на двух стульях. А Христос, заметив это его лицемерие, он его поправляет. «Что мя глаголиши благо, никто же благ, только един Бог», то есть Христос как бы говорит «назвал меня благим, назови Господом». «А что ты так юлишь? Заповеди веси, знаешь заповеди, не прелюбы сотвориши, не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, не обиди, не обиди, вот в русском такого нет в переводе, чти отца твоего и матери, он же отвечав речей ему, учителю, сия вся, сохраних от юности моей я». И когда он говорит, что он от юности все это оберегал, Христос как бы смягчается по отношению к нему. «Иисус же возрев нань, возлюби его». Господь как бы может быть понял его страхи, он же очень молод. «И речей ему единого еси не докончал, то есть одного не достает тебе, иди елика имаше продашь и дашь нищим и иметь имаше сокровище на небеси». И приходи и ходи вслед мне взем крест, он же дряхль быв о словеси, то есть он расстроился крайне, а ты де скорбя, бебо имея стяжания много, и возрев Иисус глагола учеником своим. Что мы здесь видим? он спрашивает, что мне сделать, чтобы спастись? Христос указывает ему на вторую скрижаль, которая регулирует отношения между человеком и человеком. почему? Потому что этот юноша по поводу первой скрижали, он уже догадывается, кто такой Иисус Христос. И когда этот юноша говорит, я все это сохранил, Господь возлюбил его за это, а далее это речь идет уже не о спасении. Вот Евангелие от Марка этого не показывает, а в другом тексте мы видим, Христос ему говорит, если хочешь быть совершенным, пойди раздай все, что имеешь. Христос не говорит, если хочешь спастись, пойди раздай все, что имеешь. Нет, он этого не говорит. Он говорит, если хочешь быть совершенным, то есть ты такой уже хороший, что тебе одного не достает, одного не достает. Пойди раздай все, что имеешь и следуй за мной и возьми крест свой. Похоже, что у этого молодого человека было хорошее имение, хороший дом, наверное, хорошая духовная библиотека. И он этим дорожил, но Христос призвал его к совершенству. Пойди за мной, возьми крест и пойди за мной. И если бы этот юноша согласился бы, у нас было бы не 12 апостолов, у нас было бы 13 апостолов, его имя было бы прославлено в церкви, но мы не знаем имени этого юноши. Оно пропало в истории. Он слишком был привязан к тому, что он имел. А все вещи, как сказано в Писании, истлевают от употребления. Ему надо было сеять в духа и обрести жизнь вечную, а он сеял в плоть, и все кончилось тлением. Его имя пропало в истории. Христос возлюбил этого человека. Христос оценил этого человека. Христос пригласил этого человека к совершенству апостольской жизни, взять крест и идти за Христом. Но он оказался не готов. И далее мы читаем Христос говорит «Как неудоб имущий богатство в Царствие Божие внидуть ученицы же ужасахуся о слове всех его». Почему? Христос говорит, что тяжело богатому войти в Царствие Божие. А ученики ужасаются. Почему? Они что, ужасаются за свои богатства? Да, они уже все оставили и пошли за Христом. Чему они ужасаются? В понимании Ветхого Завета богатствуют Божьи благословения. И какой-то момент ученики спрашивали «Вот мы оставили все, последовали за тобою, а что нам за это будет?» И мы видим описание богатых людей древности, вот праведный Авраам, сказанный ему «Господь много дал, золото, серебра, скот, рабов, рабынь» и так далее. Ученики еще как бы одной ногою стоят в Ветхом Завете, другую в Новом, но всецело они перейдут на платформу Нового Завета только в День Святой Пятидесятницы, когда Дух Святой сойдет на них. День Пятидесятницы – это и есть день рождения Церкви. И так они ужасаются. А если богатые с трудом спасаются, а как же там бедные? В иудаизме бедные – значит, грешник. Если у тебя ничего нет, значит, ты не заслужил. И Суши Паки отвечав глаголы им «Чадо, как он неудоб уповающим на богатство». Здесь Христос не говорит неудобно имеющему богатство. Он говорит «неудоб уповающим на богатство», то есть те, которые надежду свою возлагают на богатство. Среди первых христиан были очень богатые люди. Апостол Павел в своих посланиях приветствует одного банкира, казнохранителя городского. Но этот банкир наверняка не уповал на богатство в деле спасения. «Как и неудоб уповающим на богатство в царстве Божие в нити, удобее боге сверблюду сквозе и глине уши пройти неже богату в царстве Божие в нити». «Они же излиха дивляхуся» они еще больше удивляются «глаголыша в себе, то кто может спасен быти?» Потому что в иудаизме богатый праведный, нищий это грешник, казалось бы, все понятно, а тут все меняется местами. «То кто может спасен быти? Возрев же на них Иисус глагола «От человек невозможно, но не от Бога, вся бо возможно суть от Бога». Когда они спрашивают то кто может спасен быти? Христос говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо Богу все возможно. «Вся бо возможно суть от Бога. Начать же Петер, глаголы те ему», вот сейчас они начинают говорить, выторговывая себе что-то, «Все тебе во время сея», то есть не за гробом, в это время уже получаете, домов и братья, и сестра, и отца, и матери, и чада, и сел по изгнании. И век грядущий живут вечные, еще плюсы будущей жизни награды. Мнози же будут первые, последние и последние первые. «Бех уже на пути, восходящий в Иерусалим, и бе, варяя их, Иисус, то есть предваряя, и ужасахуся, и вслед идущие бояхуся». То есть они идущие за Иисусом, как бы в ужасе, в панике пребывают. «И поем паки оба на десяти, начатим глаголыти, я же хотяху ему быти, як и все восходим в Иерусалим, и сын человеческий предан будет архиереум, и книжникам, и осудят его на смерть, и предадят его языком, и поругаются ему, и уязвят его, и оплюют его, и убьют его, и третий день воскресе». Мы уже с вами привыкли при чтении Евангелия от Марка видеть, как не нравится апостолам, когда он поднимает этот вопрос о том, что он идет на казнь. Это неприятные слова для них, неудобные для них слова, им тяжело их слушать. Но при всем при этом они не забывают о каких-то своих амбициях. Казалось бы, Христос говорит о таких возвышенных вещах, о своей смерти за грехи мира, страданиях, воскресениях. И далее «И пред ним предоста Иаков и Иоанн, сына Забедевого, глаголыша, учителю хошебе да ежи аше просив сотворише нама». То есть они говорят «Мы хотим, чтобы то, что мы попросим, ты нам сделал». Причем мы видим, что это в других Евангелиях они приходят своей мамочкою, эти братья Забедевы. Мамочка там начинает за них хлопотать. «Он же рече има, что хошета да сотворю вам». Что вы хотите, чтобы я сотворил вам? Здесь так. «Она же», то есть «они же», «реста ему», дашь нам да един одесную тебе, то есть справа от тебя, и един ашую тебе, слева от тебя, сядеве в славе твоя». В славе твоей. Они даже не понимают, что он грядет на крест. они что, хотят, чтобы их распяли одного справа, другого слева от него? Нет, они делят министерские портфели. «Исус же рече има, невеста чесо просита, можете ли пито чашу, юже ас пью, и крешением им же ас крещаюсь, креститеся, она же, то есть они же, реста ему, можеве, Иисус же рече има, чашу оба, ю же ас пью, и спи это». То есть он говорит, «Вас будут ваши страдания, вас будет ваша голгофа». «И крещением им же ас крещаюсь, креститеся, и кровью своей обогритесь, а еже сестье одесную мене и ашую, не с мне дати, но им же уготовано есть». И в других евангелиях «но кому уготовал Отец Небесный?» Вот тот будет справа, тот будет слева. Мы, православные христиане, не задаем этот вопрос, кто справа и слева от Христа будет во славе Его. Мы знаем, что справа с иконографической достоверностью свидетельствует православный иконостас Дева Мария, слева Иоанн Креститель. «И слышавшие десять начавшие негодоватие о Иакове и Иоанне». Они начинают их отдергивать, чего тут учителю докучаете, а они такие же на самом деле. До приятия Духа Святаго это были вполне плотские люди. Иисус же, призвав их глаголы, им, он хочет остановить их негодование и объяснить, почему они ищут для себя эти министерские портфели. Он говорит, «Вести, як мняшися владати языки, соодолевают им, и велиции их обладают ими». То есть они живут в таком мире, где кто-то кем-то обладает. «Не так уже будет вас, но иже аше хочет вас вящей бытьи, да будет вам слуга». То есть у вас все иначе. «И иже аше хочет вас быть и старей, то есть старшим, да будет всем раб, ибо и сын человеч не приидет, да послужит ему, но да послужит, и дать и душу свою избавление за многое». То есть они жили в мире, где жесткая иерархия. «И придоша в Иерихон, и исходящую ему от Иерихона, и учеником его, и народу многу, сын Тимеов, в Артемей слепый, сидящие при пути прося, и слышав, як Иисус Назарянин есть, начать звати и глаголати». Этот слепой, услышав, что толпа говорит о Иисусе, начинает кричать. «Сыне Давидов, Иисусе помилуй мя, и прищаху ему мнозит». То есть многие его останавливали, не надо кричать, да умолчит. «Он же множе пач из вашей», а он еще громче начинал кричать, «Сыну Давидов помилуй мя, и став Иисус, речей его возгласите, и возгласиш слепца глаголюще ему», Христос вступает в диалог с ним, «дерзай, восстанье, завет тя», то есть люди приглашают в Артемея ко Христу, «он же отверг ризы своя», то есть оставив одежды своя, «восстав, прийди к Иисусу», Христос уже вступил как бы в некий внутренний диалог с ним, «и отвечав глаголы ему, Иисус, что хоршиши, да сотворю тебе, слепы же глаголы ему, учителю, да прозрю», а что может хотеть слепой, да прозрю, Иисус же реча ему, «иди, вера твоя спаси тебя, и обе», то есть тот час прозре, и по Иисусе иди в путь, то есть он следует за Христом, и здесь это очень взаимосвязано, прозрел и идет за Христом, это значит, что все те, которые не идут за Христом, они слепые, глаза имеют, но не видят, уши имеют, но не слышат, а те, которые следуют за Христом, это прозревшие, которые во свете его узрели свет. Итак, сегодня мы окончили изучение 10 главы Евангелия от Марка по тексту Островской Библии 1581 года, если вы хотите регулярно участвовать в этих встречах, то подпишитесь на библейский портал Exeget на просторах интернета, чтобы не пропускать очередные новые передачи. Продолжение следует...